СИЛОВИКИ Добрый вечер. Да, действительно, мы стали свидетелями сегодня, как украинская предположительно диверсионная группа начала расстреливать мирных граждан, которые эвакуировались из поселка Чернухино, который находится прямо на линии фронта. Отмечу, что часть поселка сейчас занята армией ЛНР, ну а другая половина населенного пункта остается под контролем украинской армии. При этом в 10 часов утра сегодня началась эвакуация, был открыт коридор, по которому мирные жители пытались как можно скорее покинуть населенный пункт, ведь коридор, как обещали украинцы, закроется в 6 часов по московскому времени. Но уже около 12 часов началась стрельба из стрелкового оружия, а также из легких подствольных гранатометов. Я предлагаю сейчас посмотреть, как это было. Также отмечу, коллеги, что как только была подавлена эта огневая точка, сразу из всех видов орудия украинские силовики открыли огонь по позициям ополченцев, и бои продолжаются до сих пор в поселке Чернухино. Артем, удалось ли все же завершить эвакуацию? Сколько людей смогли покинуть осажденные населенные пункты? Сейчас количество, точно количество, сколько людей успело покинуть населенный пункт, пока неизвестно, но мы надеемся, что ближе к вечеру, ближе к концу этого дня уже власти Луганской Народной Республики сообщат эту точную цифру. Дело в том, что многие люди просто пешком уходили на своих двух, убегали из поселка по разным направлениям. Кто-то, конечно, выезжал на автомобилях и на автобусах, которые предоставили власти Луганской Народной Республики. Отмечу, что киевское правительство никак не участвовало в этом совершенно. И за каких-то час-полтора все-таки удалось вывезти довольно-таки большое количество людей. При этом, когда начался обстрел, действительно пострадали и мирные жители. Вот сейчас точно известно, что один мужчина, пожилой мужчина, это пенсионер, получил сквозное ранение в ногу. Он сейчас находится в городской больнице в городе Алчевске. Его уже осмотрели врачи, наложили швы и прооперировали. При этом также сообщается о трех пострадавших в результате боев, которые продолжаются сейчас в этом населенном пункте. Продолжение следует...